В 12-м выпуске «Утро с иконой» и сегодня мы с вами поговорим о том, как крест используется в качестве атрибута, символа на других иконах, на изображениях святых, в частности святых. И именно поэтому в качестве сегодняшнего образа на разбор я и выбрала икону царя Николая. На самом деле можно было, наверное, подумать, при чем здесь заявлена именно подготовка к неделе крестопоклонной и при чем здесь икона царя Николая. Вроде как они не связаны, они действительно напрямую не связаны, но мне хотелось осветить вопрос символики креста с разных сторон на этой неделе по возможности. И вот в частности икона, именно эта икона, она очень хороший материал, скажем так, для того, чтобы обратить внимание на такое символическое значение креста, вот именно на изображениях святых в разные эпохи. Давайте я сразу перейду к иконе. Вот так выглядит этот образ, о котором мы с вами сегодня поговорим. Ну и первое, что я бы хотела к вам, с чем я хотела бы к вам обратиться, что бы я хотела спросить у вас, это, как вы думаете, что означает вот этот крест в руках царя Николая? Зачем он в руках держит крест? Кстати, также крест вы видите у него на груди. Давайте коснемся обоих крестов. Тут даже у нас с вами такая получается очень удачная комбинация. У нас два креста на изображении одного святого. Один крест у него на груди, большой наперстный крест. Наперстный это значит, это красивое слово, это красивое название нагрудного, потому что на персиях. Персия это по церковнославянски, на древнерусском языке, это грудь. И вот на персиях это значит на груди, поэтому крест наперстный. Не наперстный, не на пальцы, а наперстный, пистэ. И вот второе крест, которое он держит в руках. Кресты эти разные формы, обратите внимание. И вот что же они означают. Какие есть версии у вас, мне было бы очень интересно почитать, посмотреть. И потом я вам расскажу, какие тут есть нюансы. Давайте посмотрим. Так, мученическую смерть, крест в руках означает мученическую смерть. Символ мученичества. Свидетельство о Христе даже до смерти. На груди помазанник. Так, Диана пишет, держит в руках символ мученичества, а на груди наградной знак. Спасибо, что вы делитесь. На самом деле я вижу, что вы прям вот в нужном направлении мыслите. Сейчас мы с вами буквально чуть-чуть скорректируем поточнее назначение этих крестов. А что-то, может быть, мы с вами обнаружим здесь и, скажем так, ошибочно использовано на этой иконе. Вот скажем так. Да, на этой иконе, на самом деле, сразу забегая вперед, скажу вам честно, что на этой иконе есть две довольно серьезные иконографические ошибки. Если вы увидели какую-то одну из них, сразу пишите тоже в комментариях. Мне будет интересно. Если у вас есть какие-то версии, тоже пишите. Мне кажется, это вообще здорово, когда мы с вами обоюдно участвуем в разборе икон. Оно так как-то получается объемнее и глубже. Итак, давайте по кресту. Вижу, что по поводу нагрудного креста версии о том, что это знак помазания, что это помазанник Божий. И вариант, что это наградной знак. И по поводу креста в руках, тут мнения практически все идентичные, что это символ мученичества. Давайте сначала с нагрудным крестом разберемся, коротенько. Это на самом деле все довольно с ним, как сказать, просто с одной стороны и до такого, до банального, может быть, это просто. На самом деле это неотъемлемый атрибут одеяния в принципе царского. Это самая главная причина здесь появления креста. То есть эта традиция русские князья и русские цари наследуют еще от византийских императоров, которым они стремились всячески подражать. Помните, да, вот это Москва-Третье Рим, Шапка Мономаха и все такое, которое вы здесь, кстати, тоже видите. Все вот эти атрибуты царской власти, власти Басилевса, которым они, да, византийских императоров или царей, как их на русском называли, вот это заимствуется оттуда. И поэтому крест являлся одним из неотъемлемых атрибутов и он входит в одеяние царское, да, вплоть до 20 века. В принципе, понятно, что в повседневной жизни уже, конечно, царь такие одежды не носил, но на коронации на него все равно это все надевалось. И поэтому крест здесь в этом отношении вполне уместен, но это он знак его вот именно царского достоинства, именно царя, как царя земного. И он в данном случае именно вот это обозначает в первую очередь. Ну и почему крест входил в состав царского облачения, в том числе, да, потому что царь это помазанник Божий, да, совершенно верно. И он служит царю, царь земной, он все равно служит царю небесному. Эта символика здесь тоже, конечно, имеет место. Но все-таки мы должны с вами помнить, что основная причина присутствия здесь креста, она скорее историческая, нежели символическая. Именно на иконе, да, не в составе одеяния, а именно вот на иконе. Причина историческая в том, что, в принципе, реально по факту крест, наперстный крест, украшенный, богатый, красивый, входил в состав парадного царского одеяния на протяжении столетий. Теперь давайте поговорим о кресте, который Николай II держит в руках. С ним все не так однозначно, и у него как раз исключительно символическая роль, потому что кто у нас в реальной жизни вот так носит крест, это, по идее, священник, да, когда он выходит на омвон в конце богослужения, либо там на требах. Царь Николай, конечно, треб не совершал, и в конце литургии крест верующих прикладываться не давал. То есть здесь какого-то исторического смысла, вот именно, что он реально носил такой крест в руке, его нет. Поэтому здесь роль этого креста, она исключительно символическая, и давайте мы с вами с ней поразбираемся, но сначала я хочу заглянуть в комментарии. Так, есть вариант, значит, что в жесте что-то не того одногрудного креста, тут я сказала, нет, он в принципе не лишний, его может и не быть, то есть это не обязательно его изображать, но в принципе он здесь вполне уместен. Крест не является символом священства, и мы как-нибудь с вами отдельно еще об этом поговорим. А, кстати, если вы участвуете в углубленном формате марафона и будете смотреть видео, которые, культура ношения креста, которые есть у нас здесь на странице, там как раз про, в том числе, по-моему, тема священнического креста затрагивается. Можно для себя открыть много нового и удивительного, я в свое время, по крайней мере, открыла. Нет, смотрите, на груди крест как раз должен, ну, скажем так, не должен быть, его можно без него, но он вполне может быть, он здесь оправдан. Сразу, сразу скажу, разрушу интригу, креста не должно быть в руке. Вот так, все просто. Креста в руке быть не должно, если грамотно подходить к использованию вот этой символики креста в руке в иконе, да, в иконографии. Теперь давайте разбираться. У вас я уже все карты раскрыла. Ну, вторую ошибку я вам скажу по ходу, она взаимосвязана, на самом деле, с первой. Действительно, с жестом второй руки все в порядке. Это характерный молитвенный жест, такой вполне, ну, распространенный для икон. А вот рука, держащая крест, это ошибка. А что означает крест на иконе, когда святой, изображенный на иконе, держит в руке крест? Совершенно верно. Вы написали в комментариях выше, что это символ мученичества, это символ мученического подвига. Это один из вариантов символики такого креста, когда вот в руке, да. Символ мученичества, символ мученичества может быть не только крест. Вместо креста в руке может быть также пальмовая ветвь, например. Это чаще всего относится к более раннему периоду, но на протяжении всей истории христианства такая символика сохраняется, например, в изображении мученицы Екатерины. Она изображается с пальмой ветвью, это символ мученичества. В древности это был один из основных символов мученичества на изображениях. Также в древности довольно активно используется такой символ мученичества, как либо лавровый венок, либо красивый такой драгоценными камнями украшенный венец. То есть это мученический венец таким образом изображается. Крест чуть позднее, он не с самых первых веков христианства начинает использоваться как символ мученичества в руках святых, но все-таки довольно рано, уже в первом тысячелетии, он становится таким типичным символом страдания из-за Христа, то есть человек претерпел мученическую смерть за исповедание своей веры во Христа. Для чего еще может, но это не единственное, так я уже сказала, не единственное, повод, причина, основание изобразить в руках крест. Есть еще вторая причина, на самом деле их всего две, вот мученичество и вторая причина, если этот человек внес значительный вклад в распространение христианской веры, ну то есть обычно это равнопостальные, равнопостальные тоже изображаются с крестом в руках, это равнопостальный князь Владимир, княгиня Ольга, это может быть, например, Нина, просветительница Грузии, она может тоже изображаться с крестом в руках, это уместно, потому что они послужили, то есть они послужили распространению христианской веры, и крест в них в руках не является символом мученичества, он является символом вот их равнопостального служения, кстати, сами апостолы при этом с крестом в руках не изображаются. Что же здесь не так, почему в данном случае крест в руках святителя, о, святителя, прошу прощения, царя Николая, это ошибка, да, в надписи тоже есть ошибка, какая ошибка, Оль, напиши. Так, вот я вижу в комментариях Алексей Москвин пишет, царь Николай не мученик, а страстотерпец, верно. Дело в том, что царь Николай прославлен не в лике мучеников, он прославлен в лике страстотерпцев, и это большая разница. Мученики, это те, кто претерпел смерть за исповедание веры во Христа, именно, да. Страстотерпцы, это те, кто безвинно претерпел страдания, но, как бы, эти страдания и смерть, они претерпели не потому, что они были христианами, а по какой-то другой причине. И именно это относится к царской семье и к Николаю II. Они претерпели свою такую страшную смерть, да, и много каких-то испытаний, да, в конце своей жизни, потому что они были царской семьей, потому что они, то есть, условно, так скажем, по политическим причинам. Это никак не умаляет, там, их значение, их роли, да, никак не отрицает возможности почитания их, тем более, если церковь так решила, да, но это не делает их мучениками. Тут важно, вот, не путать эти понятия. Да, в обиходном смысле можно сказать, они мученики, потому что мучились. Но если мы будем говорить с вами четко про именно церковное понимание вот разных ликов святости, почему это важно? Это не просто какой-то бюрократизм и формализм. Дело в том, что вот эти лиги святости, они нам рассказывают о том, о какую, ну, то есть, почему этот человек прославлен, да, и, собственно, какой вот, за что, за что, да, какой подвиг или какой такой поступок он совершил в жизни, и вот почему церковь признала его особую роль. И символы на иконе, они призваны тоже нам об этом рассказать. Допустим, у нас с вами прошло там 500 лет, уже не так все помнят подробности, надписи стерлись, как нам понять, какой святой. Мы очень часто, когда реставрируем иконы, надписи стерты, там лиги наполовину стерты, какие-то небольшие детали остались, и нужно определить, кто изображен на иконе, там какой святой. Как мы это делаем? Мы это делаем как раз по всем вот этим иконографическим атрибутам. Поэтому следование этому языку, оно не является каким-то, знаете, догматической нормой и даже не является какой-то каноническим правилом. Это скорее традиция, но традиция очень важная. Почему? Потому что это язык, который помогает нам понимать, а что изображено, и, скажем, ну это, как это, грамотно написать, вот если брать текст, да, или не очень грамотно, с ошибками. Делает ли это, например, эта ошибка икону какой-то недопустимой, что перед ней нельзя молиться, ее там нельзя нигде повесить? Нет, конечно. Я бы не стала впадать в такие крайности, как вы, наверное, уже успели заметить, я вообще не сторонник крайностей. Бывают какие-то, ну, серьезные прям нарушения в иконах, когда вот действительно лучше икону сжечь, там как-то не использовать, но это будет крайне редко, прям вот крайне редко. Но все-таки я всячески ратую за то, чтобы подходить грамотно к использованию символов в иконографии. И вот в данном случае это пример неграмотного использования. Царь Николай не является мучеником, и давать ему в руку крест неуместно, так же, как в общецарской семье. Они пострадали за другое, и церковь недаром причислила их не к лику мучеников, а к лику старостотерцев. Это разные категории. И отсюда вторая ошибка. Она, собственно, в надписи. Она действительно в надписи. Мученик с титлом. Да. Действительно. Мученик здесь вообще лишнее. Точнее, вместо мученика здесь должно быть написано «стростотерпица». Очень часто я вижу такую спекуляцию. Иногда, мне кажется, это спекуляция. Иногда это может быть вообще просто механический перенос другого образца. То есть просто от непонимания вот этой разницы, а ее все-таки стоит на нее обращать внимание и понимать ее. Я вижу на иконах царской семьи, царя Николая, и часто вижу вот эту ошибку, когда его называют мучеником. Но это не так. И поэтому здесь вот ошибка в надписи, и связанная тесно с ней ошибка использования креста в руке. Но вот, кстати, если мучеником ошибочно называют чаще всего имена его, с другими святыми я такое... Ну, вот и царскую семью, да. С другими святыми такое я не скажу, что особенно встречала. А вот крест в руку могут давать... Ну, я встречала, когда крест в руку дают не только царю Николаю, который не является мучеником, но и другим святым, которые тоже мучениками не являются и равнопостольными не являются. С чем это бывает связано, кстати, если в данном случае это, скорее всего, из-за ошибочной трактовки вот лика святости, то часто это еще бывает, знаете, с чем связано? Когда не знают, чем занять руку. Вот как ни странно, такая банальная причина. Я очень часто вижу, ну, других объяснений бывает просто нет. Непонятно, чем занять руку. Ну, окажется, ну, крест-то можно любому дать руку. Крест, христианский символ, почему не дать? Но для иконографии это не просто христианский символ. Это более, как бы, у него есть четкие смыслы. И поэтому давать крест там в руку преподобному просто так, или там вот царю Николаю, или какой-нибудь святой, которая не была мученицей, это, ну, это ошибка. Да вот Алексей пишет, что царя Николая вообще некоторые называют вторым спасителем. Но это уже можно спокойно относить к ереси царебожия, хотя, ну, как бы, официальный ересь признавать может только собор, поэтому тут с осторожностью, да, в заблуждении, да, но все-таки это такое, знаете, уклонение в царебожие. Им, конечно, это совершенно, ну, не соответствует христианству. Да, Борис и Глеб изображаются без крестов тоже, потому что они не мученики, они страстотерпцы. Это, кстати, первые страстотерпцы вообще в истории русской церкви. Ну что, друзья, будем на этом заканчивать. Я надеюсь, что из сегодняшнего разбора образа царя-страстотерпца Николая II вы узнали для себя что-то новое о крестах или, по крайней мере, систематизировали знания. Большое вам спасибо за активное участие. Мне было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо большое. Очень благодарна. И до встречи. Сегодня вечером у нас с вами встреча на эфире в рамках марафона «Пост со смыслом». Мы поговорим о том, какие кресты самые правильные, а какие неправильные, и как вообще все это различать. Буду рада вашим вопросам. Готовьте их. Эфир пройдет в телеграм-канале. Так у нас теперь принято на марафоне. Ну и бог даст. Завтра утром встречаемся на очередном выпуске «Утро с иконой». Постараюсь подготовить для вас тоже что-то интересное. Всего вам доброго и отличного дня. До встречи, друзья!